Конопля. Что это? Трава дьявола? Наркотик не менее опасный, чем героин. Но ведь наркотик — это вещество, а растение не может им быть целиком. В этом большом документальном фильме вы увидите многое из того, чего даже не подозревали в отношении к конопле. Мы покажем всю закулисную игру, с помощью которой демонизировали это растение. И вопрос здесь не в теории заговора, а самой, что ни на есть, практике. А ещё посмотрим на уникальные свойства этой чудо-культуры, как её выращивают и какие перспективы у конопли в ближайшем будущем. Посмотрим, почему в конопляном бизнесе не страшно набить шишки, но можно и накосячить, как и в любом другом деле. Хотя если есть хороший план, то трудности не страшны. Может быть, совсем скоро конопля снова станет одним из самых главных растений на Земле, как это и было лет сто назад. Но обо всём по порядку. Про уникальные свойства этого растения можно говорить часами. Конопляное волокно отличается крепостью, стойкостью против гниения при длительном пребывании в воде, и поэтому издавна служило лучшим материалом для канатов, верёвок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. Само английское слово canvas — парусина, холст — происходит от голландского слова «конопля». В английском языке промышленная конопля, пенька обозначается словом «хэмп». Оно происходит от староанглийского слова «хайнеп», а тот — от скифского аналога. Согласно закону грима, звук «ха» в разных языках свободно переходит в «ка» и обратно. Таким образом, «хэмп», «хайнеп» — это русское «кнып», «кнып», «конопля». И даже греческое слово «канабис» с корнем «канаб» имеет те же индоевропейские языковые истоки. А вот ещё конопляный привет из старины. В 30 километрах от города Аурангабад в Индии находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО — группа священных пещер Эл-ЛОре. В более молодых сооружениях рисунки и скульптуры сохранились хуже, чем в старших. Дело в том, что в состав штукатурки древние строители добавили 10% конопли, которая регулирует влажность воздуха в пещерах, отпугивает насекомых-вредителей, поглощает звук и лучше сохраняет тепло. Таким образом, в ранних пещерах Эл-ЛОре благодаря конопле сформировался особый микроклимат. А в поздних сооружениях использовали штукатурку без конопли, что со временем привело к порче картин и скульптур. Конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка и может использоваться в производстве всех типов одежды. Притом изготовленная из конопли ткань гораздо полезнее для кожи, чем пропитанный химикатами хлопок, который собирается в наши дни при помощи химии. 25 пестицидных душей и листья опадают сами. Да и не только для сбора, но и выращивают хлопок с огромным количеством пестицидов. 50% всей химии в США распыляется на хлопок. Плюс к этому хлопок растет только в теплом климате и требует огромных затрат воды. Конопле требуется не так много влаги, растет она вообще-то где угодно, говоря уже о том, что в 3-4 раза превосходит хлопок по урожайности. Еще одно качество, которое делает коноплю особенно привлекательной, это темпы ее роста. За 110 дней растение достигает высоту 2-3 метров, что позволяет получать по несколько урожаев за один сезон. Конопля – лучшее сырье для бумажного производства. Конопляная бумага не требует от белки хлором. Метанол из конопли – хорошее автомобильное горючее, сейчас его используют для гоночных машин. Другой способ получить горючее – использовать масло семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать на чистом конопляном масле. Конопляный биопластик. Еще в 1930 году Генри Форд сделал из него корпус для автомобиля, который, кстати, работал на конопляном топливе. Вот как он говорил. «Зачем использовать леса и рудники, для создания которых требовались века, если мы можем получить эквивалент леса и минеральных продуктов в ежегодном приросте конопляных полей?» Так что отношения автомобильной промышленности с конопляным производством почти так же стары, как и само автомобилестроение. Автомобиль состоял на 70% из целлюлозных волокон. Сои, соломы, льна и конопли. И 30% связующего материала на основе смолы. Единственным стальным элементом была трубчатая сварная рама. Он работал на этаноле из конопли или почти любых сельскохозяйственных отходах. Про него писали в журналах Popular Mechanics Magazine и The New York Times. Но поскольку в 1937 году выращивание конопли в Соединенных Штатах было объявлено вне закона, Форд, конечно, не стал производить массовые автомобили, которые бы зависели от резко запрещаемых поставок конопли. А вот пример из современности. Американский предприниматель Брюс Дитсон построил автомобиль, кузов которого сделан из композитного материала на основе волокон конопли. Посмотрите эти кадры с ударами по машине, где ее владелец демонстрирует прочность кузова буквально кулаком. Дитсон, проживающий в Ки-Уэсте, штат Флорида, построил машину на шасси родстера Mazda MX-5. Автомобиль получил название Канна. Конопляный материал из-за ограничений в американском законе ему пришлось заказывать в Китае. Вот еще один пример. Хэтчбэк Кэстрел выделяется не своим уникальным двигателем, а оригинальным корпусом, полностью выполненным из конопли. Материал для изготовления корпуса оказался похож по своим свойствам с углеродным волокном, применяемым при изготовлении корпусов для спорткаров. Во время создания корпуса использовалась технология прессовки стеблей с последующим их залитием биополимерами. Вес автомобиля оказался небольшим, если сравнивать с автомобилями, чьи кузова выполнены из других материалов. Дальше пошли итальянцы и в 2019 году презентовали Lotus Eco-Hemp Car. Кузов машины был изготовлен из смолы, которую армируют конопляные волокна, и покрыт краской на водяной основе. Помимо кузова, из конопляных волокон были сделаны спортивные сиденья и коврики. По словам производителей, при создании автомобиля ими двигало стремление к созданию экологически чистого спорткара. В том числе для этого в крыше установлены солнечные батареи, питающие бортовые электроприборы. На самом деле многие производители уже давно и успешно экспериментируют с композитами из конопли. Детали, содержащие конопляное волокно, использовались, например, в Porsche Cayman GT4. В BMW i3 использовались дверные панели из конопляного волокна. Все эти эксперименты компания BMW проводит с целью снижения выбросов СО2 на 40% и более к 2030 году. Еще есть такая статистика. Более 30 деталей автомобилей Mercedes-Benz C-класса сделаны из семян конопли. Начиная с Е-класса 1994 года, компания Mercedes-Benz добавляла детали из пеньки в большее количество своих автомобилей. Но достаточно про автомобили? Поехали дальше! Конопля упоминается почти во всех известных медицинских книгах прошлых веков. Кстати, помимо прочего, из конопли еще получается хороший порох, который обычно делают из хлопка. Многие уже знают про целые пластиковые континенты, которые дрейфуют сейчас в Тихом океане. Несколько лет назад его еще называли гигантским островом или большим тихоокеанским мусорным пятном, но размеры его растут, и теперь его смело можно назвать континентом. Но представьте, что весь этот пластик мог быть биоразлагаемым, сделанным из конопли. Уже давно изобретен конопляный крахмал для выпуска полностью разлагаемой пластиковой пленки, используемой в пакетах и упаковочных материалах. Спрос на всяческие изделия из конопли увеличил пассивные площади в Европе, быстро растет количество магазинов, продающих одежду и другие товары из конопли. Всего же из технической и наркотической конопли можно изготовить до 25 тысяч видов продукции. А можно вообще ничего из нее не делать, просто посадить на загрязненной земле, и конопля высосет оттуда тяжелые металлы, причем ни цинк, ни свинец росту конопли не помешает. В Германии, где земли, выведенные из сельскохозяйственного производства, занимают до 15% от общего земельного фонда, фермеры получают дотацию от государства на возделывание там конопли, разумеется, без наркотической. В конопле содержится достаточно много определенных компонентов, и два самых мощных и изученных наукой из них называются тетрагидроканабинол или ТГК и канабидиол КБД. Первый является психоактивным компонентом и вызывает различные определенные измененные состояния сознания. А вот второй содержится в промышленной конопле, которую используют при производстве для создания масел, урбеча, одежды и много чего еще. Об этом уникальном веществе канабидиоле расскажем чуть позже. А сейчас давайте продолжим про непростую судьбу промышленной конопли. Еще ее называют техническая или безнаркотическая. Именно ее легально выращивают и перерабатывают с каждым годом все больше и больше по всему миру. Тетрагидроканабинола в ней содержится ничтожное количество, как правило, менее 0,1%. В наркотическое содержание этого психоактивного вещества от 4 до 24%. Предельно допустимое содержание этого вещества в конопле по законам разных стран отличается. Например, в Украине 0,15%, в России 0,1%, в странах ЕС 0,2%, в Канаде 0,3%. Курить техническую коноплю все равно, что курить листья подсолнечника. Посевы такой конопли на территории стран Европейского Союза даже не охраняются, так как они не интересуют наркоманов. Сорт Института лубяных культур ЮСО-31 уже 30 лет выращивается не только в странах СНГ, но и в ЕС, Канаде, Австралии, Китае. Содержание психоактивного вещества в растениях этого сорта составляет всего 0,06%. В конце 2009 года в Украине были зарегистрированы два сорта промышленной конопли с нулевым содержанием психоактивного вещества. В России также благодаря селекции были выведены такие безнаркотические сорта конопли, как Сурская, Вера, Надежда, Омегадар. Обыватель может подумать, что все эти доли процентов все равно можно довести до 100. Однако такое извлечение настолько дорогостоящее, химически опасно и трудоемко, что теряет совершенно всякий смысл. А скрывать плантации марихуаны в полях промышленной конопли тоже не получится. Процессы культивирования разные, и период сбора технической конопли не совпадает со временем сбора марихуаны. Плюс к этому поля технической конопли в каком-то смысле борются с марихуаной, переопыляя ее. Осторожный зритель может сказать, что это может усложнить работу правоохранительных органов по борьбе с наркотиками. Однако мировой опыт показывает обратное. В странах, где промышленная конопля уже культивируется как сельскохозяйственная культура, нет никаких проблем. Весь контроль со стороны государства заключается в отслеживании уровня того самого тетрагидроканабинола в листьях растущей конопли, а организовать этот контроль очень просто. В общем, единственный здравый выход, по которому пошло большинство стран мира, одновременный запрет или ограничение на марихуану с высоким содержанием психоактивных веществ и легализация промышленной конопли. Суммарная площадь мировых посевов составляет на данный момент порядка 200 тысяч гектар. Разные источники дают заметно отличающуюся информацию по объемам посевных площадей в конкретных странах. Тем не менее, можно однозначно выделить лидеров, где конопля приобретает статус стратегической культуры, выращивание и переработка которой в приоритете экономической политики правительства и частного бизнеса. Если говорить коротко, то в сфере производства и переработки коноплепродукции лидируют четыре страны. Китай, Канада, Франция, Нидерланды. Но интересны, конечно, детали. Вот, например, структура мирового объема посевных площадей конопли, как видим в лидерах Китай и Канада. А вот мировое производство семян конопли. Здесь уже с большим отрывом вперед вырывается Франция. А вот структура мирового производства пеньки. Здесь лидерство делят Китай, Северная Корея и Нидерланды. Ну и последний в этой серии графиков. Наибольшую долю в производстве волокна и продукта в его переработке по итогам 2020 года занимал Китай 55%. С него и начнем обзор конопляных дел в разных странах мира. Китай. Согласно данным Всемирной Организации интеллектуальной собственности, китайские компании обладают более чем половиной патентов и ноу-хау, связанных с коноплеводством в мире. Невероятное количество патентов, удерживаемых Китаем, пугает западную фармацевтику. Они считают, что китайцы могут стать ведущими игроками не только на рынке промышленной конопли, но и доминировать на рынке медицинской марихуаны. Китайцы раньше других сообразили, что конопля – передовая агрокультура, и хотят к 2025 году увеличить посевные площади примерно в 10 раз. И это все при том, что отношение к наркотикам в Поднебесной далеко не либеральное. Там бы не стали связываться с коноплеводством, если бы в нем видели угрозу для нации. За последние несколько десятилетий созданы гибриды конопли, способные вызревать в разных климатических зонах по всему Китаю – от суровых зон на севере до субтропиков южных регионов Китая. Следует отметить, что каннабис в Китае растет веками. В гробницах обнаружены ткани из конопли трехтысячелетней давности, и считается, что волокно является основой для самых ранних форм бумаги. В настоящее время Китай является крупнейшим поставщиком конопляного волокна на рынок США. Ткани из конопли китайского производства считаются лучшими в мире. Исследование конопли стало важной задачей в конце 1970-х годов, во время так называемой «странной войны» между Китаем и Вьетнамом. Военные хотели получить ткань, которая могла бы держать солдат чистыми и сухими во влажном климате Вьетнама. У солдат, которые носили одежду из хлопка, были вши и нагноения, а у тех, на которых была одежда из конопли, не баловшей, раны лучше зарубцевались. Есть и военная обувь из конопли. Ее основное преимущество – отсутствие запаха пота при ношении. Сейчас Минобороны Китая планируют заменить хлопковую одежду конопляной. Не полностью, а чтобы была смесь – конопли с хлопком для летней одежды и конопли с шерстью для зимней. Потому что если смешать шерсть с коноплей, то одежду перестанет портить моль. Канада Посевные площади в Канаде – вторые по величине в мире после Китая. Согласно стратегии развития технического коноплеводства Канадской ассоциации торговли коноплей, площадь посевов промышленной конопли планируется увеличить до 400 тысяч гектар до 2025 года, что канадцы оценивают в вилке от 2,5 до 4 миллиардов канадских долларов прибыли. Что же касается марихуаны, то многие ошибочно полагают, что в Канаде в отношении травки правит бал тотальный легалайз, ведь вещество легализовали для личного пользования еще в 2018 году. Однако, как это часто бывает, есть одно существенное «но». Никто в Канаде не может покупать, хранить, продавать и использовать канабис в неограниченных количествах и так, как ему заблагорассудится. За незаконное обращение с продуктами из конопли предусмотрены реальные штрафы и суровые сроки. Для понимания, как выглядит легалайз в передовой в этом отношении стране, приведем 7 пунктов. 1. Покупка. Покупать марихуану можно с 18 или 19 лет в зависимости от провинции. Канабис можно покупать только у провинциальных или федеральных лицензированных поставщиков. 2. Хранение. Взрослым разрешено иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны. Столько же можно брать с собой, если вы совершаете внутренний рейс на канадских авиалиниях, таких как Air Canada, WestJet, Swoop и Flair Airlines. Если полицейские найдут у вас большую пачку марихуаны, то сделают вывод, что вы занимаетесь дилерством. А за это можно сесть в тюрьму, максимальный срок тюремного заключения за незаконную продажу — 14 лет. 3. Курение. Как правило, курить марихуану можно дома. Запрещается делать это в местах, где бывают несовершеннолетние, в автомобилях и местах, где действует запрет на курение табака. В некоторых провинциях и территориях можно курить марихуану только на территории частной собственности. Но даже это может быть запрещено арендодателям, если вы снимаете жилье, так же, как и в случае с табаком. 4. Выращивание. В большинстве регионов можно выращивать до 4 кустов каннабиса на одно место жительства для личного использования. Однако выращивание запрещено в Квебеке и Манитобе. Также запретить выращивать каннабис может арендодатель. 5. Вывоз за рубеж. Перевозить каннабис в любой форме через международные границы Канады незаконно. Это может привести к серьёзным уголовным наказаниям как внутри страны, так и за рубежом. Это ограничение применяется независимо от того, есть ли у вас документ, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях. Многие штаты США разрешают медико-рекреационное использование марихуаны. Но при пересечении границы это ничего не меняет. Например, в августе 2019-го каннадка получила пожизненный запрет на въезд в США и заплатила 500 долларов в виде штрафа после того, как на границе в её вещах нашли конопляное масло. Причём это был каннабидиол — непсихоактивный продукт каннабиса, который она использовала для лечения болезненных побочных эффектов сколиоза. Шестое. Ввоз в Канаду. Правительство запрещает ввоз каннабиса в Канаду, даже если он привезён из места, где марихуана легализована. Седьмое. Вождение автомобиля под марихуаной. Не садитесь за руль под влиянием марихуаны. За вождение под влиянием марихуаны применяются похожие наказания, что и за вождение в состоянии алкогольного опьянения, конфискация прав на определённый срок, изъятие транспортного средства и штраф. Размер зависит от провинции и наличия повторных нарушений. В Новой Шотландии, например, права отбирают сразу на год уже после первого нарушения. США. Механизм выращивания промышленных посевов конопли на территории страны не определён. В связи с этим существуют ограничения по культивированию конопли на федеральном уровне. Страна является крупнейшим мировым импортером конопляного сырья, причём импортированное сырьё должно отвечать довольно жёстким требованиям американского законодательства по наличию в нём психоактивных составляющих. Усилия муниципальных властей штатов Северная Дакота, Гавайи, Кентукки, Мэн, Мэриленд, Орегон, Калифорния, Монтана, Западная Вирджиния и Вермонт по снятию ограничений на культивирование промышленных посевов конопли наталкиваются на противодействие Управления по борьбе с наркотиками США. Тем не менее, в последние годы фермерские хозяйства США, специализирующиеся на культивировании промышленных посевов конопли, заняли заметную позицию на международном конопляном рынке. Приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие культивирование конопли посевной на их территории, сейчас уже во многих штатах легально выращиваются существенные площади промышленной конопли. Естественно, это привело к соответствующей рекламной кампании и выходу на американский рынок национальных сельхозпроизводителей, стоимость сырья у которых меньше, чем экспортируемые конопли из Канады, Чили, Китая или стран ЕС. Но, конечно, не только одной промышленной коноплёй знаменита Америка. Наряду с Канадой эта страна является мировым лидером по легальному производству марихуаны. Злополучный 2020 год ударил по многим отраслям бизнеса, но рынок марихуаны в США во время пандемии только окреп. Годовой доход от легальных продаж каннабиса составил рекордные 17,5 миллиардов долларов. И это при том, что на федеральном уровне марихуана запрещена. В 2019 году за легализацию марихуаны выступали 67% взрослого населения Америки. Это самый высокий показатель в истории США и в два раза больше, чем 20 лет назад. Марихуану и бизнес активно поддерживают многие американские знаменитости. Илон Маск, Стивен Кинг, Элайджа Вуд, Майли Сайрус, Дженнифер Энистон. Список можно продолжать долго. Финансист Джордж Сорос в 90-х годах пожертвовал миллионы долларов организациям, выступающим за легалайз. И Камала Харрис, первая женщина, оказавшаяся на посту вице-президента США, еще во время предвыборной гонки Байдена заявила, что новая администрация планирует легализовать марихуану. Акции главных производителей каннабиса сразу же начали расти. Джо Байден стал президентом, но до легализации марихуаны руки у него пока не дошли. Напротив, были уволены сразу несколько сотрудников Белого дома, которые раньше баловались травкой. Но сторонники легализации не унывают. Судя по резко растущим в последние годы продажам, рынок каннабиса ждет успешное будущее. Впервые выращивать и продавать коноплю для медицинских целей разрешили в Калифорнии в далеком 1996 году. Сегодня врачи могут выписывать ее пациентам уже в 36 штатах. А еще в столице и на четырех территориях, находящихся под управлением США, лекарства из марихуаны назначают при самых разных заболеваниях, от рака и рассеянного склероза до глоукомы и бессонницы. Чаще всего эти средства используют как обезболивающее. Правда, многие сторонники традиционной медицины не очень-то верят в эффективность такого лечения. Один из лидеров рынка каннабиса в США – компания Кюралиф. Примерно 75% ее продукции – это медицинская марихуана. Крупный совладелец Кюралиф – бизнесмен Борис Йордан, бывший гендиректор НТВ и основатель финансовой группы «Ренессанс Капитал». Еще один акционер – это экс-глава Сибнефти, финансист Андрей Блох. Инвестиции в Кюралиф сделали Йордана миллиардером, а Блоха вернули в список самых богатых россиян. В 2020-м компания заработала 626 миллионов долларов, почти в три раза больше, чем годом ранее. По словам Бориса Йордана, в производство марихуаны много инвестируют выходцы из России. Их деньги есть в каждой третьей компании. Около 80% продукции рынка приходится на смеси для курения и масла для вейпов. Остальные 20% – это различные продукты, содержащие каннабис, от конфет до газировки. К примеру, марихуана входит в состав мармеладок, которые американская компания Wild делает на основе настоящих фруктов и ягод. Во время пандемии продажи этих сладостей с сюрпризом достигли 227 миллионов долларов. Производство каннабиса стало в Америке одним из самых перспективных бизнесов еще в 2014 году. Объем рынка вырос сразу до 3 миллиардов долларов. С тех пор доходы в этой сфере стабильно растут. По прогнозам аналитиков, в 2030 году зеленая индустрия США будет стоить уже 100 миллиардов долларов. Во время локдауна в Америке случился настоящий бум употребления марихуаны для релаксации. Люди сидели в заперти и не знали, что их ждет дальше. Нужно было чем-то успокоить нервы. В результате продажи марихуаны в 13 штатах выросли на десятки процентов. Для американских властей легализация в первую очередь выгодна благодаря налогам. Ведь официальные продажи в магазинах, а не на улицах, приносят в бюджет огромное средство. В 2021 году в штате Нью-Йорк марихуану разрешили употреблять в рекреационных целях. Проще говоря, для собственного удовольствия. Губернатор Эндрю Куомо ожидает, что за год легальные продажи каннабиса пополнят бюджет штата минимум на 350 миллионов долларов. Возможно, после декриминализации наркотиков станет спокойнее на улицах. Ведь в городах штата Нью-Йорк ежегодно проходили тысячи арестов по делам, связанным с марихуаной. Чаще всего за решеткой оказывались темнокожие подростки. Меньше арестованных, меньше конфликтов с полицией, плюс экономия на содержании осужденных в тюрьмах. В том же 2021 году Нью-Мексико стал 17 штатом, в котором легализовали каннабис. Губернатор Мишель Гришем пообещала, что это приведет к созданию более 10 тысяч новых рабочих мест. Всего за 2020 год зеленая индустрия обеспечила работой 77 300 американцев. Активно зарабатывают на каннабисе и американские звезды. Один из главных энтузиастов в этой сфере — рэпер Снупдог, щедро инвестирует в различные марихуановые стартапы. В 2020 году его венчурный фонд Casa Verde Capital собрал 100 миллионов долларов для продвижения конопляного бизнеса. Jay-Z также не отстает. Рэпер-миллиардер создал фонд Typico Holding Corp размером в 10 миллионов долларов для поддержки чернокожих производителей марихуаны. Музыкант считает, что представители расовых меньшинств недостаточно зарабатывают на легальном каннабисе, и фонд поможет добиться баланса в индустрии. Ну а бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон вообще решил основать собственную конопляную империю. С 17 года он строит в Южной Калифорнии гигантское ранчо. Гости наркотического Диснейленда будут проживать в роскошных отелях, посещать музыкальные фестивали и, конечно же, курить везде, где им захочется. А пока железный Майк продвигает свой бренд Тайсон Рэндж и утверждает, что конопля приносит ему до 500 тысяч долларов ежемесячно. Вложился в модный бизнес и актер Сет Роген. Он совладелец канадской компании Houseplant, которая в марте этого года вышла на калифорнийский рынок. Покупателям предлагается не только трава, но и тематические товары — пепельницы, зажигалки и даже виниловые проигрыватели, а также пластинки с уникальным саундтреком для каждого из сортов фирменной продукции. Однако не стоит считать США раем для любителей травки, где уже царит тотальный легалайз. Власти по-прежнему строго контролируют оборот марихуаны, и в некоторых штатах употребление грозит серьёзными сроками. Можно загреметь в тюрьму из-за провоз каннабиса из одного штата в другой. Многие политики-республиканцы считают легалайз путём к социальной деградации. Они уверены, что марихуана — это лишь первая ступень, после которой обязательно захочется попробовать чего-то потяжелее. Консерваторы постоянно говорят о том, как опасно частое употребление травы для молодёжи. Ведь её влияние на умственные способности и психику подростков до конца не изучено. В диспенсариях — магазинах, где продают лечебную марихуану — большой выбор товаров из каннабиса. Проблема в том, что подбирать нужное средство и его количество пациентам часто приходится самим, а это чревато передозировкой или побочными эффектами. Некоторые исследования показали, что постоянное употребление марихуаны мешает концентрации и увеличивает тревожность. К примеру, в штате Колорадо после легализации повысилось число ДТП, а в токсикологические центры стали чаще обращаться пациенты, которым стало хуже после каннабиса. Заговор. А теперь давайте к самому интересному. Как же так получилось? Почему такое незаменимое и полезное растение до сих пор имеет славу только как наркотическое? И при чём тут Америка? Итак, давайте посмотрим хронологию заговора. Открутим лет 250 назад, и в то время с коноплёй и коноплеводами всё было прекрасно. В США в 18 веке выращивание конопли было обязательным. Представьте себе, с 1763 по 1769 годы за отказ от выращивания этой культуры даже можно было угодить в тюрьму. Более того, до начала 19 века в США коноплёй разрешалось платить налоги. Первый президент США Джордж Вашингтон в своём поместье Маунт Вернон помимо табака и пшеницы выращивал коноплю, которая, кстати, приносила основной доход. Долларовые купюры до сих пор делают из конопляной целлюлозы. В 1850-х годах Левай Стросс сшил из конопляного холста, парусины, первые американские джинсы. В 1938 году в Америке коноплю называли Billion Dollar Crop – культура на миллиард долларов, потому что она была первой сельскохозяйственной культурой, достигшей оборота в миллиард долларов. В 1916 году парламент США высказал мнение, что к 1940 году вся бумажная продукция будет делаться из пеньки, поэтому вырубки деревьев больше не потребуется, ведь один гектар конопли по продуктивности эквивалентен четырём гектарам леса. Такая новость не могла понравиться денежным мешкам, разбогатевшим на вырубке лесов и производстве бумаги из древесины. Но были и куда более могущественные силы. В то время наследники Дюпонов запатентовали ряд производственных процессов, знаменующих приход на сцену и зарождение эры ископаемых источников энергии. На годовом отчёте председатель призвал акционеров, о которых чуть позже инвестировать в новое подразделение нефтехимию все доступные средства. Синтетические материалы, такие как пластмассы, целлофан, целлулоид, метанол, нейлон, вискоза, решили производить из нефти, газа и прочих углеводородов. Индустриализация в сельском хозяйстве, инновации в деле производства конопли разрушила бы львиную долю более 80% бизнеса Дюпон. А теперь акционеры. В эти годы некий Эндрю Меллон становится секретарём государственного казначейства и основным инвестором компании Дюпон. Но этот непростой человек был ещё владельцем шестого крупнейшего банка страны и крупнейшим акционером Гульфойл, которая, в свою очередь, была одной из семи сестёр конгломерата нефтяных компаний, державших львиную долю мировых запасов нефти. Эндрю Меллон назначает своего племянника Гарри Анслингера на пост главы Федерального бюро по наркотикам и опасным препаратам. Известно, что этой кучкой финансовых магнатов были проведены ряд конфиденциальных встреч. К преступной группировке подключили американского медиамагната Уильяма Херста, который закупал бумагу для своих газет у Дюпона, добывавшего целлюлозу из древесины, и тоже вложился своими деньгами в дюпоновские предприятия. Вместе они организовали чёрную пиар-компанию, формально против марихуаны, но по факту против конопляных конкурентов. Её основным тезисом было то, что использование конопли — основная наркотическая проблема, и что марихуана вызывала у людей крайнее проявление насилия. Олигархам удалось провести в Конгрессе США закон о налоге на марихуану. Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны, а конопле промышленников он вынуждал платить такие непомерные налоги, что они просто закрыли свои убыточные предприятия. Далее упомянутый Гарри Анслингер, глава Федерального бюро США по борьбе с наркотиками, надев маску оголтелого догматика, объявил коноплю оружием коммунистов и сделал всё, чтобы народы мира приняли запрет на выращивание этой культуры, причём всех разновидностей, в том числе промышленной конопли. Сейчас модно называть такое влияние лоббированием, но если говорить прямо, то несколько богатых заговорщиков закулисно запретили всему миру использовать одно из главных и полезных растений на планете. Так, 30 марта 1961 года в Нью-Йорке большинство государств-участников ООН подписали Единую конвенцию о наркотических веществах, которая в частности предписывала установить строжайший контроль над выращиванием опасных наркосодержащих растений — опийного мака, коки и каннабиса. Кстати, что интересно, конопля, будучи универсальным лечебным средством, была включена в список наркотиков, не имеющих медицинского применения, в отличие от опиатов, которые до сих пор широко применяются в медицине. Только в 1964 году учёные выявили ингредиент, который отвечает за воздействие на психику — тетрагидроканабинол. К 1967 году разобрались, что каннабис каннабису рознь и процентное содержание ТГК в соцветиях растений отличается у технической и наркотической конопли. Но было уже поздно. Несколько лет назад был проведён анализ данных о доле смертности от тех или иных веществ, способных вызывать привыкание. В результате оказалось, что самым опасным для жизни веществом является алкоголь. Потребление конопли находится где-то в середине списка. Но почему-то никто не запрещает производство и продажу спиртных напитков, не издаёт законов, бьющих по алкогольному бизнесу. А вот он-то как раз с коноплёй борется. Викилик слила в сеть данные о борьбе алколобби с легализацией марихуаны. Слитые документы показали, что Ассоциация оптовых продавцов вина, и спиртных напитков США финансировала активистские группы, направленные против перевода конопли в законное поле, а также настойчиво просила конгрессменов, членов Демократической партии, в нужном ключе расследовать вред от курения психотропных препаратов конопли. В том числе лоббировала запрет употребления каннабиса водителями в Штатах, где он легализован. Посмотрите, какая удивительная и трогательная забота о здоровье населения исходит от людей, которые производят алкогольные яды. При том, что ряд исследований свидетельствует о меньшем вреде для здоровья от каннабиса в сравнении с алкоголем, а президент США Барак Обама говорил о меньшем вреде конопли в сопоставлении со спиртными напитками ещё в 2014 году. Россия. А что же у нас? На территории нашей страны тоже был заговор? Давайте смотреть. Как принято говорить, история этого вопроса уходит корнями в глубокую древность. Начнём с того простого факта, что всем морским империям нужно было огромное количество конопли, потому что из неё делали парусины и канаты. До того, как США стали независимыми, главным покупателем русской конопли была Англия. Историк Александр Эрткинд в своей книге «Природа зла. Сырьё и государство» называет коноплю ресурсной основой опричнины Ивана Грозного. Летом британские корабли заходили в Двину, загружая свои трюмы пенькой и расплачиваясь мануфактурными товарами, сукном, скобяным товаром и оружием, имевшими стабильный спрос на русском севере. В этот период поморы наладили одновременно и дешёвую и качественную переработку конопли, занимались рыболовством и заготовкой древесины, чередуя эти виды деятельности в зависимости от сезона. Когда порты замерзали, работа в море останавливалась, но обработка пеньки продолжалась круглый год. На рубеже XVIII и XIX веков пенька заняла первое место в отечественном экспорте. После неё шли лён и железо. Главным покупателем была Англия, на втором месте — США. Штаты в конце XVIII века полностью зависели от конопли и льна, поставляемых Россией. На американских кораблях были паруса, канаты и верёвки, сделанные из русских волокон. Русская конопля считалась самой прочной и надёжной, канаты из неё ценились выше всех. В первой половине XIX века пенька и лён составляли треть всего российского экспорта. В 1811 году в порты Петербурга и Архангельска вошло больше двухсот американских кораблей, которые вывезли рекордное количество пеньки. Таким образом, главным экспортером конопли в мире оказалась Российская империя. 40% производства пеньки в Европе приходилось на Россию. Можно смело утверждать, что на конопле держалось благосостояние целого государства. Пенька имела стратегическое значение вплоть до заката эпохи парусного флота, то есть до середины XIX века. Крымская война 1853-56 годов стала последней войной российского парусного флота и показала необходимость замены деревянных парусных кораблей паровыми броненосцами. Первое такое судно было спущено на воду на лондонских верфях в 1859 году. К началу XX века доля конопли и льна в нашем экспорте сократилась, уступив место хлебу. Помните старинное выражение, которым иногда называют нашу страну? Русь пасконная. Издревле женскую особь конопли с семенами называли матеркой или материнкой, а растение с мужскими цветками – пасконью. Ведь конопля от природы двудомное растение. А еще там, где растет конопля, не заводились насекомые и мыши. Поэтому испокон веков на Руси крыли крыши конопляной соломой, а щели в окнах и стенах забивали конопляным волокном – конопатели. Да и выражение «рыжей-рыжей конопатой» пошло от сходства веснушек с семенами конопли. СССР также рассматривала коноплю как одну из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы в 1936 году составляли 680 тысяч гектар, а тогда это, ни много ни мало, 4 пятых всей мировой площади под коноплей. Партийными решениями на самом высоком уровне за посевы конопли на усадебных, приусадебных и пойменных угодьях крестьянам предоставлялись специальные льготы и преимущества. До глобального запрета в мире было около миллиона гектаров посевов конопли. От 60 до 80% этого рынка занимал Советский Союз. Техническая конопля была номером один по экспорту среди всех сельхозкультур в СССР и часто занимала третью позицию по объемам экспорта после нефти и газа. Почти в каждом селе был пинкозавод, где перерабатывали коноплю. Существовало множество учебников по коноплеводству, про конопельку писали стишки и даже изучали ее в школах. Статус конопли как главной сельскохозяйственной культуры в СССР был увековечен в 1954 году в знаменитом фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве. Значок «Мастеру коноплеводства» — это не мем, сделанный в фотошопе ради прикола, а реальный артефакт тех лет. А словосочетание «коноплеуборочный комбайн» тогда не вызывало глупого хихиканья. Нужно отметить, что Российская империя, а позже и Советы, до последнего предпочитали оставаться в стороне от войны с наркотиками, начало которой было положено Международной конвенцией 1912 года. Подписавшиеся под этим соглашением страны обязывались строго контролировать использование наркотических препаратов. Политика большевиков не предусматривала серьезного уголовного наказания за хранение и употребление каннабиса, а также за его производство и продажу. Вероятно, власти ожидали, что проблема решится сама собой после того, как в стране будет налажен выпуск качественной алкогольной продукции. На деле же производство наркотиков оказалось самым распространенным занятием жителей регионов Средней Азии, входящих в состав СССР. Когда это стало заметно на уровне государства, к середине 30-х годов власти уже приняли решение о запрете культивирования и продажи индийской конопли, а также опиумного мака. Но запрет не касался посевной разновидности конопли, которая, напротив, выращивалась в промышленных масштабах. Членами ЦК даже был утвержден приказ о введении дополнительных льгот для колхозников, которые выполняли планы по сбору урожая. Во время Великой Отечественной войны уровень потребления травки увеличился. Частично это было связано с ограничениями производства и продажи спиртных напитков, которые были введены руководством Коммунистической партии. Однако рост потребления наблюдался преимущественно среди уголовников и жителей тех же азиатских регионов, поэтому на сложившейся ситуации внимание не заостряли. Серьезного наказания за производство и сбыт плана в УК СССР по-прежнему не было. Все это привело к тому, что к концу 50-х в Советском Союзе сформировался теневой рынок марихуаны. В докладе Министерства внутренних дел, датированном 58-м годом, отмечалось, что наибольший размах нелегальной торговли продуктами конопли наблюдался в Республиках Средней Азии, на Кавказе и на юге Украины. Правительство приняло меры и с 61-го года в Уголовный кодекс были внесены соответствующие изменения. Теперь уже за незаконное хранение и продажу каннабиса нельзя было отделаться одним годом тюремного заключения. Кроме того, в СССР была развернута кампания по борьбе с хищениями урожая посевной конопли, последствиями которой стало существенное уменьшение площадей, занятых этой аграрной культурой. Вследствие принятых государством мер к 80-м годам данная отрасль оказалась в бедственном положении. Восстановление прежних объемов производства конопли было запланировано на 85-86 года. Ведущие селекционеры Союза активно вели разработки по созданию исключительно промышленных, не психоактивных сортов растения, однако до того пришлось засеивать поля имеющиеся коноплей. По иронии судьбы, посевная кампания такой конопли совпала с антиалкогольной. Что касается нашей новейшей истории, то процесс возрождения пеньковой промышленности был запущен чуть больше 10 лет назад. Предложение госнаркоконтроля закончилось принятием закона о возможном выращивании технической конопли. Вместе с тем ни о каком легалайзе речи нет. В нашей стране марихуана остается наркотиком, за употребление которого могут посадить надолго. В стратегии государственной антинаркотической политики прямо говорится, что декриминализация марихуаны – это попытка дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков и, как следствие, угроза национальной безопасности России. В России на данный момент под коноплей занято около 15 тысяч гектар. В деньгах оценивают конопляный рынок в районе 3 миллиардов рублей. Крупных игроков всего три – коноплекс из Пензы, русская пенька в Мордовии и смарт-хэмп в Ивановской области. Давайте посмотрим на их конкретных примерах, как это все выглядит. Группа компаний «Коноплекс» на территории Пензенской области работает уже более пяти лет. Они успешно возделывают те сорта безнаркотической конопли, которые внесены в Госреестр селекционных достижений и допущены к выращиванию в России. Компания также ведет научно-исследовательскую деятельность по семеноводству и выводу новых сортов технической конопли. Всевооборот компании также включает пшеницу, гречку, горчицу, лен и рыжек. Компания разрабатывает такие сорта технической конопли, как Сурская, Надежда, Вера, Милена и Роман. Здесь наладили полный цикл производства – от поля до прилавка. То есть занимаются не только выращиванием конопли и ее переработкой, но и производством конечного продукта. На выходе получается 18 видов растительных масел, десертные и нутриентные смеси, различные семена масличных культур, в том числе очищенные семена конопли. Сырье, которое поступает на отжим, а также масло на всех этапах его переработки, не контактирует с окружающей средой, что увеличивает срок годности продукта. Масло холодного отжима, которое предлагает компания, не только не уступает рафинированному маслу, но и превосходит его по качеству. Для полезной выпечки, десертов, а также различных соусов, салатов и смузи, используется безглютеновая конопляная мука. Данный продукт значительно обогащает еду пищевыми волокнами, минеральными элементами и рядом важнейших витаминов. Вот еще один пример. Агрохолдинг «Мордовские пенькозаводы» занимается не только выращиванием технической конопли для получения семян, но и осуществляет переработку стеблей в пеньку. Мордовия, кстати, выбрана не случайно для возрождения отрасли. Здесь раньше функционировал крупнейший пенькозавод, основанный в 1939 году. На данный момент основными видами продукции являются канатно-веревочное изделие и нетканное полотно, которое используется как геотекстиль, межвенцовый утеплитель. Также производится объемный утеплитель, аналог минеральной ваты. Этот утеплитель абсолютно натуральный и гипоаллергенный. Он естественным образом противостоит образованию грибка и плесени, это все заложено природой в свойствах конопли. Никаких дополнительных пропиток не требуется. Такой материал состоит на 85% из пеньковолокна и на 15% из полиэфирного волокна, который является связующим элементом для его скрепления. Визуально пеньковые и полиэфирные волокна не сильно отличаются, но пенька обладает большей крепостью и устойчиво к гниению. Еще один продукт, получаемый в процессе переработки стеблей конопли, это костра. Она применяется достаточно широко в строительстве. Используется как насыпной утеплитель, который застилают на полу первого этажа. Также можно засыпать между перегородками и перекрытиями. Кострой можно заменять щепу при производстве арболитовых блоков. Они получаются более легкие, но при этом более прочные, что тоже является неоспоримым преимуществом. Еще костра прекрасный сорбент, то есть способна поглощать различные вещества. Ее можно использовать для очистки загрязненных почв, содержащих тяжелые металлы, а также для очистки сточных вод, в которых присутствуют различные токсиканты. Костра обладает высокой сорбционной способностью, и 1 грамм костры может сорбировать до 20-25 граммов жидкости. Костра из пеньки может применяться и как подстилка для лошадей, грызунов. Многие птицы-фабрики выстилают ее вместо опилок. В садоводстве костра тоже нашла свое место в качестве мульчирующего средства, поверхностного покрытия почвы. Ну и для домашних животных это прекрасный материал. К примеру, домашним кошкам точно понравится вот такая подстилка из костры. Помимо продуктов питания, уже традиционных, как масло, есть, например, макароны, состав которых до 30% состоит именно из конопляной муки. Есть еще такой продукт – семена без оболочки. Они очень приятны на вкус и напоминают кедровый орех, богатый белком, омегой-3 и омегой-6. Такое сочетание кислот идеально для восприятия организмом. Есть также шоколад, в который добавляют орешки, лущеные ядра конопли. Чай, для изготовления которого ферментируют и высушивают листья конопли для заваривания. Еще одна обширная область для применения конопли – это косметика. В этом направлении тоже ведутся эксперименты. Из конопляных семян получают водорастворимую суспензию, которая как раз используется в кремах и лосьонах. Очень здорово влияет на кожу, восстанавливает ее, регенерирует, увлажняет. У конопляного масла исследуется жирно-кислотный состав в зависимости от того, в каком регионе выращивания, в северных или южных регионах, на каких почвах. Масло можно использовать как пищевое или техническое. Конопляное масло ушло из промышленности, хотя раньше оно использовалось для натуральных масляных красок. В сравнении с алкидными эмалями и другими красками, которые содержат много растворителей, масляные краски на основе конопли более экологически безопасные. Итак, подытожим. Конопля раньше была ведущей сельхозкультурой. Даже оборудование, которое используется в настоящее время, это все тот же, только более развитый с технической точки зрения набор советских агрегатов 30-х годов, которые через себя прогоняют стебель и отделяют волокно от костры. И после столь долгого забвения не было никакой техники, никакой технологии, никаких знаний по переработке этой сельхозкультуры. Однако сейчас ситуация, к счастью, начинает меняться. Даже делают современный тот самый коноплеуборочный комбайн. Компания Ростсельмаш уже не первый год испытывает опытный образец комбайна, предназначенного для уборки технической конопли на волокно. А теперь в качестве бонуса давайте поговорим о том, о чем обещали, о коннабидиоле, или, как его маркируют на Западе, CBD. Что это за зверь такой? Слово «гомеостаз» всем знакомо, по сути это «баланс» в переводе с медицинского на русский. Наш организм во многом живет и функционирует достаточно стабильно именно за счет поддержания огромного количества этих самых гомеостазов. Например, кислотно-щелочной баланс крови или концентрация кислорода в крови и многое-многое другое, в том числе выработка синтез гормонов. Ученые, когда изучали эффекты тетрагидроканабинола, обнаружили в организме человека определенные рецепторы, которые реагируют на это вещество. После дальнейшего исследования данного вопроса были открыты подобные вещества, которые, по аналогии с тетрагидроканабинолом и канабидиолом, могут вырабатываться нашим организмом самостоятельно и активизировать эндоканабиоидную систему. Биологи увидели, что внутренне генерируемый эндоканабиоид, который улучшает наше состояние, успокаивает и вызывает еще много эффектов, очень похож CBD, синтезируемый из пищевой конопли. Был открыт такой механизм. Когда что-то выводит клетку из зоны гомеостаза, различные компоненты эндоканабиоидной системы активируются для регулирования гомеостаза. Рецепторы, находящиеся на поверхности клеток, в некотором смысле слушают окружающую среду и наблюдают за ней. Если что-то меняется снаружи, то в соответствии с этим нужно передать внутрь клетки тот или иной сигнал, чтобы клетка что-то сделала. Это и запускает так называемый клеточный ответ. Но на эту эндоканабиоидную систему можно влиять также извне. Например, канабидиол обладает полезными свойствами, которые заметили не 10 лет назад и даже не 100, а очень-очень давно. Его применяют очень многие люди во всем мире. Самая распространенная форма продажи и употребления CBD – это, собственно, масло, которое получают из конопли. Но в сыродавленном масле будет совсем небольшая концентрация канабидиола. Поэтому биологи научились делать так называемую экстракцию, чтобы была очень повышенная концентрация CBD, и нужно было буквально несколько капель, чтобы получить сильный терапевтический эффект. Во всем мире именно такой экстрагированный CBD добавляют в различные продукты – в жевательную резинку, в обезболивающие пластыри, даже в косметику. Если говорить по-научному, то CBD является антагонистом 5-HT1A-рецептора. По сути, это серотониновый рецептор, на который нацелены огромное множество различных антидепрессантов и медикаментов. Такие медикаменты способствуют блокированию абсорбции серотонина в головном мозге, повышая таким образом мозговую активность и снижая тревожность. Подобным образом CBD может активировать и передачу сигнала в серотониновому рецептору, воздействуя на состояние и настроение. CBD действует быстрее медикаментов и со значительно меньшим количеством побочных эффектов. До сих пор у CBD побочных эффектов не выявлено, а у антидепрессантов и различных компонентов фарминдустрии просто огромное количество серьезнейших побочных эффектов. Чаще всего человек просто подсаживается на антидепрессанты плотнее, чем на любую коноплю. CBD через взаимодействие с так называемыми CB1 и CB2 рецепторами усиливает работу эндоконобиоидной системы, которая отвечает за регулирование баланса в человеческом организме, что влияет и на сон, и на иммунитет, и на психоэмоциональное состояние. Так вот, повышая уровень серотонина, CBD по сути влияет на стресс и на тревожность, снижая вегетативное возбуждение, мягко расслабляет человека. При этом не имеет привыкания и влияет еще на очень большое количество различных систем и процессов в нашем организме. Когда наука обнаружила очень эффективное влияние CBD на симпатическую нервную систему, ученые начали с успехом производить определенные эксперименты и испытания канабиола на различных заболеваниях — эпилепсия, болезнь Альцгеймера, Паркинсона и рассеянный склероз. Что ж, теперь вы знаете гораздо больше о конопле — от химических свойств до областей применения и загадочной истории запретов и заговоров. Станет ли конопля растением, перевернувшим всю нашу жизнь, или нефтяные магнаты продолжат гнуть свою линию? Пишите свои мысли в комментарии. Благодарим за просмотр и до встречи в будущих выпусках на нашем канале.